От улыбки не только всем светлей, но и здоровье прибавится, уверен главный врач рязанского онкологического диспансера Михаил Рязанцев. Позитивный настрой – главная профилактика отсек болезней. Онкология для многих звучит как приговор, при этом до сих пор никто не знает точных причин, почему эта страшная болезнь поражает одних и обходит стороной других. Но определенные факторы риска все же есть, и они давно не являются секретом. Безусловно, что наследственность – однозначно, образ жизни, образ питания – однозначно, хронические стрессовые ситуации – однозначно, все это влияет. Есть некоторые виды заболеваний, которые, в общем-то, инфекционные агенты, вот как, допустим, рак шейхи матки, заболевания половых органов мужчин и женщин, все это считается, что передается вирусом попелом у человека. К сожалению, наш регион является не самым благополучным по количеству заболевших, но врачи уверяют, процент выздоровевших тоже высок. Главное условие успешного лечения – это ранняя диагностика. К сожалению, многие онкозаболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, а когда появляются симптомы, порой бывает поздно. Начальная форма рака, предраковые заболевания предполагают возможность выполнения органозберегающих операций с полной социальной реабилитацией, трудовой реабилитацией, то есть в гинекологических проблемах это возможность восстановления репродуктивной функции у женщин. И когда речь идет о распространенных формах заболевания, то, к сожалению, применяются высокоагрессивные технологии лечения, как хирургического, так и радиологического, и химиотерапевтического. И, как правило, к сожалению, несмотря на выздоровление, это заканчивается стойкой инвалидизацией. Еще один залог здоровья – это качественная и разнообразная пища. Ведь недаром говорят, мы есть то, что мы едим. Так, Всемирная организация здравоохранения причислила сосиски, колбасу и бекон к канцерогенам. В докладе говорится, что 50 граммов переработанного мяса в день – это всего лишь два куска колбасы или бекона, увеличивает риск развития рака толстой кишки. Я вообще колбасу не ем принципиально, потому что я, во-первых, очень сомневаюсь в наличии в ней мяса, и плюс консервантов, там такое количество, которое действительно вызывает опасения в плане угрозы здоровью человека, который употребляет эти так называемые колбасные изделия. Это вот на мой взгляд, это моя личная позиция. Потому что само мясо по себе, да, с возрастом употребления и количества его надо ограничивать, естественно, потому что с возрастом изменяется характер обмена, и, естественно, должно быть преобладание растительной пищи. Конечно, полностью обезопасить себя от того или иного заболевания невозможно, но абсолютно реально сократить риск ее возникновения. Советы врачей крайне просты. Отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, борьба со стрессом и больше – двигаться и бывать на свежем воздухе, а также своевременно проходить обследование. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».